Вопрос такой, в общем-то, он интересный, и в то же время вот я не ощущаю большой разницы. Да, понятно, уровень другой, законодательное собрание, работа другая, это не исполнительная власть, это все-таки как раз работа над законами, это ответственность перед избирателями несколько другая. Ну, это работа. Но мы понимаем, что ваши избиратели сегодня это не только Назаровский район, да? Да, конечно. Это и жители Назарова, это и Боготова, и Дюксет. Я сейчас воспринимаю всю территорию округа как единое целое, и поэтому для меня нет разницы. Ни Тюксетский округ, ни Боготовский район, город Боготов, Назарова, Назаровский район. Да, конечно, ответственность другая, я постоянно на связи с округом, с жителями, с главами. В этом отношении, да, круг, наверное, вот такой расширился, общение, ответственности. Но все-таки главная, считаю, наша задача принимать качественные законы, по которым потом живет край, работает край. Вот это вот такая ответственность тоже. А проблемы этих территорий, они схожи, как-то перекликаются между собой? Ну, есть общие проблемы. Это проблемы сельских территорий, проблемы малых городов. Наверное, везде это проблема, как раз дороги, общая проблема. Общая проблема для, например, Боготовского района и Назаровского, это пассажирские перевозки, потому что у нас нет государственных и муниципальных предприятий, у нас только есть частные предприятия. Везде ставится вопрос по воде, где-то тарифы волнуют людей, где-то качество воды. Но есть такие вот общие, но в то же время есть какие-то особенности. Например, первый раз я столкнулась, как Боготовский район и Тюхтецкий округ, это как раз дрова. Потому что для нас никогда такой проблемы не существовало. Здесь разрез Назаровский, это уголь, здесь разрез Березовский, то есть вот и нет. А там дрова, и вот эти с дровами столько тоже проблем, это выделение участков, где можно добывать. То есть вот такие вот особенные проблемы, потому что город Боготова, это железнодорожный такой город, где работают железнодорожников очень много, и там другие взаимоотношения. Ну, Назарова, Назаровский, наверное, ближе. Тюхтецкий округ, он вроде далеко находится, но я люблю ту территорию, она какая-то такая вот домашняя, с проблемой удаленность очень большая от Тюхтеца, там маленькие деревни, поселки. Где связи даже до сих пор, там сотовая неустойчивая связь. Вот особенность такая, мы уже все равно где-то худшее качество, где-то лучшее, но мы все находимся в связи, а там этого нет. И вот такие вот особенные проблемы территории есть. А коллеги уже увидели вашу напористость, ваш характер? Наверное, ну, я даже, наверное, не скажу напористость, характер, заинтересованность, я думаю, да. Коллеги понимают и иногда подходят с вопросами, что в крупных городах нет таких проблем, которые существуют вот у нас, их очень много таких проблем. Может быть, они для большого города не актуальны, но для наших территорий это вот просто жизненная необходимость, это и ТКО, это проблемы, и ЖБО. То есть вот один депутат, коллега мне сказал, сколько вот таких вопросов, вот мелких, вот у вас, вы постоянно их озвучиваете, Галина, я сказала, что да, это вот особенности жизни в сельской местности, особенности жизни маленьких городов. Но коллеги-то вас поддерживают? Какая-то, может быть, инициатива получила продолжение? Прикла, может быть, в какой-то законопроект или еще что-то? Мы много таких, как бы, вопросов поднимаем, это то, что касается и образования, как-то все время, да, поднимаются вопросы. Ну, наверное, и здравоохранение, то, что актуально для города Назарово, мы говорим, да, это тема преусловатая, которую многие поднимают, это наше вот инфекционное отделение, да, и мы уже с Ильей Александровичем Зайцевым, представителем комитета по социальной политике и здравоохранению, говорили о том, что, ну, необходимо, наверное, провести здесь выездное заседание комитета, потому что он озвучивал, я просила, обращалась, мне смогла сама присутствовать на том заседании комитета, что эта тема очень важная для города и вообще здравоохранение, наверное, очень важная для города Назарово, как, наверное, для всех территорий. И поэтому вот мы планируем, что и будет и выездное заседание комитета, и, наверное, вот как раз вот эта инициатива, то, что необходимо Назарово проводить ремонтную работу, либо то, что связано со здравоохранением, еще какие-то темы, которые волнуют сегодня жителей, то мы это будем как бы в дальнейшем рассматривать. Ну, а то, что касается комитета, то между первым и вторым чтением бюджета комитет как раз озвучил, есть такая, существует прекрасная программа, хоть она маленькая, да, я имею в виду, вот для сельских территорий, это когда поддержка местных инициатив и эффективность работы. Это когда выделяются небольшие денежные средства на маленькие населенные пункты, когда за счет этих средств можно будет построить детскую площадку, либо поставить спортивные снаряды, отремонтировать памятник. Вот у нас бюджет увеличился по этой программе в два раза, с 20 до 40 миллионов, и вот эта инициатива, как бы вот, это очень здорово, потому что это было как раз обращение глав сельских территорий, что эта программа для них важная. Вот то есть инициатива... А программа поддержки вот конкретно каких-то сельских поселений, вот есть сейчас про пресловутые трактора, которые люди смогли... Ну это да, я считаю, это очень важная такая программа, да, она инициирована губернатором, когда вот эту технику можно использовать и для благоустройства, для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Она ведь первый год заработала, да, и мы на комитете обсуждали вот о том, что это очень важно для наших территорий, когда есть такая техника. И она была выделена вот в нашем округе, это в Назаровском районе, три трактора получили, это у нас Боготольский район, два и Тюрхетский округ. Это вот как раз программа для сельских территорий, хотя... Наших избирателей. Да, и города сегодня говорят, мы бы тоже хотели участвовать, потому что, ну это возможно, сейчас сегодня я была в районе, было сегодня совещание перед Новым годом оперативное такое, как раз главы обозначали, что благодаря технике они внутри поселений дороги могут чистить, то есть важно сегодня еще очищать дороги межпоселенческие между населенными пунктами. И это здорово, эта программа продолжится вот и в этом году, и кроме того, существуют программы, я о чем говорю, тоже прекрасно, когда транспорт приобретается для государственных муниципальных предприятий. То есть программ таких, в которых можно участвовать и подавать заявки, очень много. Да, много участвовать, и мы, в общем-то, с округом это отрабатываем, как только появляется какая-то программа грантовая, либо она уже есть, только появляется положение, либо выходит постановление, мы быстро с округом связываемся с территориями, и как бы я всем напоминаю.